В начале сентября мы говорили про изменения в сборках Windows 11. Тогда же вышла первая сборка 22449 из ветки RS Pre-Release, которую можно косвенно отнести к обновлению 22H2, которая выйдет в конце следующего года. Косвенно потому, что не все функции, находящиеся в канале Dev, появятся в следующем крупном обновлении, но большинство уж точно, тем более, что номер сборки кардинально сильно отличаться не будет. В сборке 22449 уже были изменения, которых нет в текущей стабильной сборке Windows 11. К примеру, это индикатор прогресса, который состоит не из точек, а из частей круга разного размера. Звук входа в систему отныне не воспроизводится после обновлений. Диалоговое окно песочницы Windows теперь также полукруглое. Есть изменения в центре уведомлений, где имена приложения теперь отделены четко от уведомлений. Сами уведомления получили поддержку акрила. Также появились проблемы при тестировании новых сборок на неподдерживаемых компьютерах, но в целом это решается благодаря различным утилитам и скриптам. Здесь я напомнил, что было в первых сборках грядущего крупного обновления. Также не забывайте, что если у вас нет лицензионного ключа для Windows 10 или Windows 11, то вы его можете приобрести на сайте sdkoffers.com. Есть как обычные ключи активации, так и скан копии ОМ ключей. Чтобы приобрести ключ, переходите по ссылочке ниже, нажмите купи сейчас, предварительно зарегистрировавшись. Далее введите промокод MS20, чтобы получить 30% скидку в честь черной пятницы. Такая же скидка предоставляется и на новый офис 2021. Далее со своего профиля копируете ключ и вставляете его в параметры в меню активации, и система будет активирована. Теперь давайте поговорим обо всех изменениях до сборки 22504. В новой сборке можно заметить обновленное контекстное меню корзины. Если вы нажмете правой кнопкой мыши по корзине, то появится контекстное меню Windows 11. Стабильность сборки контекстного меню старого образца. Кстати, можно отметить, что благодаря Windows 11 появилось такое понятие, как классическое контекстное меню. Если раньше это относилось к панели управления или к приложениям, то теперь из-за двух версий контекстного меню появились такие понятия, как современное контекстное меню, то есть новое, и классическое контекстное меню, то есть старое. При этом в проводнике можно заметить, что классическое контекстное меню изменилось. Если раньше пункт меню подсвечивался синим цветом, то теперь он выделяется слегка серым. Из-за сохранения совместимости со старыми приложениями количество интерфейсов, как новых, так и старых, увеличивается. В новой ОС вы увидите не только знакомые иконки Windows 10, но и Windows 8 и Windows Vista. Я уже не говорю про программы администрирования уровня Windows XP или того ниже. В меню «Пуст» добавлено меню «Варианты входа в кнопку питания». В проводнике добавлена опция, благодаря которой вы можете скопировать путь папки или файла с использованием комбинации клавиш Ctrl-Shift-C. Добавлен новый значок недалеко от ползунка громкости, чтобы можно было проще найти и изменить конечную аудиоточку. В фокусировке внимания есть теперь параметры, отвечающие за её включение в течение часа после установки функционального обновления Windows. В параметрах в разделе VPN-соединений теперь собирается некая статистика об интернет-трафике. В параметрах панели задач есть возможность отключать отображение поисковых запросов в меню поиска системы. В Windows 11 появились новые Emoji в версии 13.1. Со временем они появятся также и в других продуктах Microsoft. Есть как гендерно-нейтральные смайлики, так и всем полюбившаяся скрепка. Чтобы открыть меню смайлов, нажмите комбинацию клавиш Win plus точка или Win plus запятая. Также появилась возможность комбинировать смайлики между собой. Windows Hello теперь позволит зайти в ноутбук даже с закрытой крышкой, если имеется внешняя камера. При наведении на иконку громкости теперь можно колесиком изменять уровень этой самой громкости. Внесены небольшие изменения в диалоговое окно в параметрах при добавлении языка. Теперь окно имеет закругленные углы. В меню пуск вы теперь можете нажать на рекомендуем и дополнительно, чтобы обновить отображаемые элементы в этих подразделах меню. В параметрах был обновлен раздел учетной записи. Теперь здесь отображается вся ваша информация о подписках, покупках и наградах Microsoft. Также стоит отметить, что это изменение было совершено благодаря пакету Online Service Experience Pack. Это аналог Windows Feature Experience Pack. Разница лишь в том, что первая технология позволит лишь обновить конкретную одну функцию, при том, что вторая нацелена на несколько компонентов Windows. Кладка приложений возможностей в параметрах теперь разделена на разделы, установленные приложения и дополнительные параметры приложений. Песочница Windows теперь работает на ARM-устройствах. Стоит отметить, что только на ARM-устройствах работает эмуляция x64 приложений. Microsoft обновила приложение Microsoft Teams. Теперь в трее у вас всегда будет отображаться иконка микрофона, если у вас будет включен микрофон. То же самое касается и других приложений, поддерживающих эту опцию. Это сделано для того, чтобы не забывать в неловких моментах выключать микрофон. Также в трее вы можете заметить и иконку камеры, если она у вас работает. Опять же, не все приложения это поддерживают. Также Teams теперь позволят демонстрировать отдельное окно при помощи опции Share this Window, если навести на иконку запущенного приложения. Точно так же можно и прекратить демонстрацию, нажав на Stop Sharing. Неожиданно для всех Microsoft выпустила Windows Media Player для Windows 11. Новый Media Player является старой реинкарнацией плеера, который заменяет собой Groove Music. Хотя стоит отметить, что старый Windows Media Player также присутствует в системе. Microsoft, как всегда, в своем репертуаре. Стоит отметить, что со временем данный современный проигрыватель заменит приложение Кино и ТВ. Приложение «Ваш телефон» очень сильно обновилось, где панель навигации теперь находится сверху, а не сбоку. Уведомления теперь находятся слева программы, как и основные опции телефона. А справа теперь присутствуют все установленные приложения, которые вы даже можете запустить, если есть поддержка смартфона для демонстрации его на ПК. Хотя, может, новая эмуляция Android приложений позволит сразу запускать эти приложения нативно на ПК в будущем? Windows 11 пока что позволяет, благодаря подсистеме Android через Amazon App Store, запускать около 50 приложений. Проблемы могут возникнуть с приложениями, которые требуют сервисы Google. Но умельцы уже научились ставить Google Play Windows 11, поэтому проблем с приложениями теперь быть точно не должно. Плюс нативная эмуляция АПК-файлов без сторонних эмуляторов. Идут эксперименты с отображением групп открытых окон в представлении задач. Также сами элементы и фокус клавиатуры стал выделяться гораздо лучше. В приложениях по умолчанию теперь есть выпадающий список параметров без необходимости нажимать Enter. В установленных приложениях появилась сортировка от меньшего размера к большему. Microsoft доработала 13 тем для сенсорной клавиатуры. Теперь темы применяются и к другим функциям системы, к примеру, к панели EmoZ. Также вы можете создать свою тему для виртуальной клавиатуры. Также можно отметить, что приложения на планшете теперь всегда будут открываться в развернутом виде, если, конечно, экран меньше 11 дюймов. В противном случае данное правило не работает. В целом это все изменения, которые есть в последних инсайдерских сборках Windows 11. Не все, правда, доступны, так как некоторые функции волнами распространяются инсайдером. Также можно отметить, что исправлены проблемы с процессорами AMD, проводником, пуском, параметрами, но эти исправления есть и в стабильной ветке 21H2, хотя и до сих пор существуют проблемы финальной версии. Как я отмечал до этого, что лучше Windows 11 ставить не раньше начала следующего года, тем более, что скоро будут новогодние праздники и в декабре мы вряд ли увидим патчи для текущих систем. Продолжение следует...